Они сказали, что им не помогут. Вот все, условия жизни. Я только одею покрывало свою стирала. Вот. Хоть миска купила такую, та, что дома была, то увели. Ух ты, зараза, поднимаешь? Ветер сегодня южный. Такие условия жизни. Это сарай. Мы тут стояли коровки до войны. С телятками. Тоді долились. Ну, как уезжали, то выпустили. Ну, куда ты едешь? В хаті мы были до первого доща. А как начало все текти, серед ночи вискочили с сыном. И пересидели до утра в машине. Доброе, что кровати на метал не сдав никто с панцирными сетками. Вони нас виручили. Перетягивали, сушила, витягивала все с хати, высушивала, пересушивала. Хотя воно сейчас опять все там мокре. Вот тут есть я варю. Потому что дали нам бесплатно в баллон газу, но я его держу, знаете, вот так десь вдруг на самый крайний случай. Это дали его бесплатно нам. Ну, привезли. Какая-то организация нам. Спасибо им. А так 1300 надо заправить. А у нас, вибачьте, будь ласка, мы теперь голебоси в Винку. Я говорю, я буду жить в сарае. Но я дома. Я дома. Мы были на Западной. Мы были в Ивано-Франковской области. На нас смотрятся все, как на изгоев. Нас никто не понимает. Понимаете? Вот мы им рассказываем, что 30 березня наши хлопцы зашли. Наши. Украинские наши. Мы их так ждали. А 23 квитня мы выехали, потому что уже пошли гради. И мы 23-го выехали, и понеделок 25-го. Вот это первый прильот был, и погорели. Тогда сараи только погорели. Там зерно згорело, все згорело. Я говорю, что от дбали-дбали, и остались мы вот так. Вот тут у нас кралятник стоял на всю длину. Вот тут, под стенкой как раз. Там у нас зерно было, оно згорело, там трохи дрова поскладали. Тут у нас куряти были скачками. Наше життя згорело. Мы уже с дедом не молодые, дед на пенсии, мы 62 года, ну человек. У меня 58. Всю жизнь тянулась отец. У сына, у сына, у сына комната. У него вообще воно все пообваливалось. А эти квадратики... Я не скажу, я скажу, что мы такие, там у нас... У нас просто потекло. У нас не станет. У нас просто каждый день заходим, и воно все... Воно всипеться, воно тече, воно валится, воно рушиться, воно все оце... опадает. Я каждый раз заходю, каждый раз где-то что-то отвалилось. Вот тут вода стоит. Тут просто вода. Ой, тут просто вода стоит. Я уже заколпала себе ее выбирать. Дощи идуть, оно течет. Оно просто течет. Какие будут, какие модули, какие-то причины. Мородеры. Ну, кто же знает. Мы и на военную чуть-чуть лечим. Потому что никого не пускали. Мы, когда выезжали из дома, я повернулася. Хлопцы уже в машине сидят. А я повернулася, говорю, ты только насчетка выстой. Мы обязательно вернемся.